Добрый вечер, Гомель. День 6 декабря дал тему для нового вечернего разговора. Дело в том, что именно сегодня, 6 декабря, отмечается день рождения всем нам знакомой микроволновки. В 40-е годы прошлого столетия были выпущены первые микроволновки. Ну а сегодня это изобретение всеми нами любимое, конечно же, каждому знакомо. Ну а вместе с этим изобретением знакома нам и вся бытовая техника, о которой я и предлагаю сегодня поговорить. Без какой бытовой техники вы сегодня обойтись не можете. Как правильно выбирать бытовую технику, покупать, эксплуатировать и как безопасно с ней, скажем так, уживаться. Звоните нам, пожалуйста, 34 22 43 номер нашего телефона и, конечно же, пишите в Viber. Жизнь в своем доме или городской квартире может быть по-настоящему комфортной, если у хозяйки или у хозяина есть много помощников из числа бытовой техники. Без каких приборов сегодня на кухне очень сложно обходиться. Мы составим топ-6 агрегатов для кухни вместе с нашими гостями. Я спешу их представить. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас сегодня в гостях Наталья Марченко и Ольга Ацута. Добрый вечер, девушки. Буквально несколько слов о себе для наших телезрителей. Я-то знаю, кто вы. Кем работаете, какая у вас семья и, собственно, ну что из бытовой техники предпочитаете? Как часто проводите время на кухне? У меня семья небольшая, из трех человек. Я работаю в детском саду, я педагог по профессии. Так, времени немного. Времени практически нет, поэтому на кухне провожу с утра минут 15-20. Это легкий завтрак и ужин для семьи. Бытовую технику любите, не любите? Люблю, люблю. Есть то, чем пользуюсь, есть то, что купила и не пользуюсь. Есть и такие моменты. Но бытовой техники много на кухне. Да, достаточно. Давайте слушайте Ольгу. Оля? У меня семья тоже из трех человек. Дочка. Я по образованию повар, работаю кладовщиком. Так. Люблю готовить, люблю вкусно много готовить. Тоже что-то использую, использую с техники, что-то не использую. Но, скажем так, у вас полностью комплектована бытовой техникой? Нет. Нет? Вы любите обходиться малым? Да. Но сейчас будем все выяснять. Хорошо. Наталья, более подробно, какой бытовой техникой пользуетесь? Ну, холодильник исключаем и газовая плита, да? Это обязательно. Дальше что? Постоянно пользуюсь, не я даже, а ребенок микроволновкой. Потому что, приходя из школы, газ, ну, считай, более опасным. Поэтому греем в микроволновке. Пользуюсь блендером, миксером. Когда готовлю торт, допустим, да, ну, не знаю, комбайн. Хотела бы, нет, пока в наличии, но, как бы, когда у свекрови готовим что-то очень здорово, мне нравится, я люблю. Вот. Ну, и... Это всякие йогуртницы, мороженецы, тостеры. Нет, ну, вот такого нет. Нет, знаете почему? Потому что, наверное, кухня не очень большая. Может быть, и хотелось бы это иметь, но место не позволяет. Узнаем у Оли. Обожаю пользоваться соковыжималкой. Свежие соки, витамины, чего нам не хватает всегда. Летом, и зимой, и весной, и осенью. Вот. Ну, естественно, мясорубка. А микроволновка есть у вас? Микроволновки у нас нету принципиально. И как обходитесь без нее? Ну, у нас... Ну, сначала как обходитесь, а потом почему принципиально ее нет? Ну, как обходимся, ну, у нас плита есть. То есть разогреваете, да? А ребенок приходит из школы тоже на плите? Да. А почему теперь? Почему принципиально у вас нет микроволновки? Ну, как мне кажется, что она плохо влияет на продукты. Это вам кажется или вы точно знаете? Ну, 50 на 50. Ну, на всякий случай ее не используете. Да. Хорошо. Девушки, я предлагаю вам пройти к нашей, ну, назовем ее, школьной доске, да, и составить топ-6 тех предметов бытовой техники, которые находятся на кухне, так, без которых, скажем так, вам сложно обходиться. Пожалуйста, проходим. Там есть два маркера. Берите каждый свой, каждый свой и записывайте. Ну, а я попробую прокомментировать. И, кстати, всех телезрителей призываю сделать то же самое. Просто составьте список своей любимой бытовой техники. Первый холодильник, наверное, и у Ольги, и у Натальи. Плита номер два, и у одной, и у другой. Так, третьим поставила Наташа микро... третий микроволновку. А Оля вытяжку. Вот так. Четвертая. Блендер четвертый у Наташи. У Оли соковыжималка. Вот они, две хозяйки, такие разные мнения. Кофемолка на пятом месте у Натальи, а у Ольги мясорубка. И все. Ольга ограничила свой топ. Она сделала топ-5. У Наташи все же топ-6 и завершает этот список телевизор. С вами согласна абсолютно. У журналистов тоже не очень много времени. И нужно быть в курсе событий, потому что телевизор на кухне необходимая вещь. Девушки, спасибо. Этот список останется. Проходите, пожалуйста. Это то, без чего не обойтись. А что из приборов неплохо было бы иметь? Наташа сказала, что кухонный комбайн. Что он позволит вам делать? Фарш. То есть не покупать в магазине, а делать из натурального мяса. Фарш. Это на салаты, допустим, измельчать. Капусту. У меня муж очень любит салаты с капустой. Поэтому я как бы ножом обхожусь. Но было бы неплохо, я думаю, иметь все-таки комбайн. А Оля? Я бы приобрела, наверное, йогуртницу. Йогуртницу. Ну, это тоже о здоровом образе жизни. Спасибо. О какой технике вы мечтаете, но понимаете, что, наверное, может быть, и не суждено ей занять место на вашей кухне? На нашей кухне? Я даже не знаю, есть ли такая. Мне кажется, у меня уже есть все, что нужно. Ну, вот у нас есть с Олей общая подруга. Она сейчас находится в декретном отпуске. У нее двое детей. Она говорит, я вот мечтала бы, если бы был кофе-мужчина. То есть который бы готовил кофе не только... Не кофе-машина, а кофе-мужчина. Да, который бы готовил кофе не только с утра, но и в обед, и вечером, потому что в детях, ну, вот, к сожалению, такого еще пока не придумали. Все поняла. Есть такая техника, которая... Мечты-мечты. Я бы очень хотела, чтобы изобрели такую маленькую, мизерную машинку, которая бы чистила картофель, морковь, лук, чтобы мы меньше плакали. Вот про лук, да, это абсолютно точно. Кому, кому вот эти наши мечты озвучить? Я не знаю. Может быть, ну, кто-нибудь передаст производителям бытовой техники вот такие наши запросы. Девушки, а без какой техники вы могли бы обойтись? Вот она есть у вас, но вы ее не используете. Есть такая? Есть, конечно. Есть. Однозначно у меня есть, ну, не знаю, может, меня осудят многие хозяйки, но у меня стоит просто мультиварка. То есть был период, когда мы... Просто стоит без дела? Просто стоит без дела. Подарили? Да. Нам подарили родители. Был период, когда хотелось готовить, пробовали в ней готовить, но после того, как я приготовила однажды суп гороховый, который думала быстрее приготовиться, более вкусный будет в мультиварке, ну, почему-то мой муж не хочет есть суп из мультиварки. И после этого... Почему? Вот я не знаю. Что говорит? Ну, вкус не тот. Ну, а вы пробовали? Я пробовала. Вам казалось, что вкус не тот? Да, мне, допустим, полов больше нравится в мультиварке. Ну, вот после того, как-то вот муж сказал нет, и все, и я перестала вообще ей пользоваться, в принципе. То есть микроволновка стоит без дела. Мультиварка. Ой, простите, да. Да, мультиварка. 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 Ольга, у вас? Ну, у нас электрочайник. Он есть, но им не пользуетесь? Ну, вот если бы спрашивали у меня, то я бы тоже сказала, что это лишняя вещь. И мы отказались. Ну, это лично мое мнение. Итак, без плиты не приготовить обед. Продукты не сохранить без холодильника. В этом девушки едины, скажем так, да? Микроволновка быстро подогреет еду в семье у Натальи. Без комбайна девчонки тоже не мыслят в свою жизнь. Вот было бы неплохо. Ну, а Ольга на первые места поставила еще и соковыжималку. И Ольга, и Наталья едины во мнении, что техника должна быть функциональной и экономичной. Словом, правильной. Как выбрать именно те приборы, которые не доставят хлопот владельцу и прослужат долго? И на что обратить внимание при покупке, спросим у нашего гостя. Встречайте, пожалуйста, Антон Малашевич, продавец-консультант бытовой техники. Антон, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Занимайте место. Вот вы уже познакомились со списком, который составили девушки. А вы бы что добавили в этот список? Или всего достаточно? В принципе, из того, что они написали, всего достаточно. Но, мне кажется, помогал бы еще и электрочайник. Это для вас? Ну, лично для меня. Лично у вас он есть в вашей семье? Да, нет. Его нет. У нас газовый чайник, но мне больше нравится электро. Понятно. Маленький ребенок есть в семье? Есть, да. Один ребенок, да? Да, один. Ну, это ускорит процесс, так я понимаю. И упростит. Ну, наверное, нажал клавишу, и все хорошо. Скажите, Антон, за какой техникой сегодня покупатель идет в магазин? Что чаще приобретается? Если брать в учет только конкретно мой магазин, то крупнобытовая техника, скажем так. Что это? Плиты, холодильники, стиральные машины. Ну, вот такой вот. То есть мелочь вот эту, там, чоперы, фены? Нет, продается все, но в больших количествах крупнобытовая техника. Насколько востребована отечественная бытовая техника? Ну, если брать конкретно отечественную и учитывать то, что она дешевле, чем импортная, ну, порядком дешевле, а функциональная она, в принципе, не сильно отличается, то, ну, продажи хорошие. Она конкурирует с импортной? Да. Спасибо. Вот, кстати, девушки, по каким параметрам вы выбирали бытовую технику себе в дом? Вот что вы оценивали в первую очередь? Дизайн ли, экономичность, там, форму, я не знаю, что-то еще, шум, что? Вот задавайте вопросы Антону. Ну, ввиду того, что квартира небольшая, конечно, это размеры. Вот, как бы сейчас еще машинка стоит у меня старого, скажем, образца, из первых, да, она, слава богу, еще работает, но в дальнейшем, когда я буду ее менять, в первую очередь я буду смотреть, чтобы она была компактна, то есть чтобы она мне подходила в мою квартиру. Ну, и, я не знаю, я как бы доверяю продавцам, когда я прихожу в магазин, то есть консультанты, которые работают в магазинах, в принципе, я им почему-то доверяю. Ну, так они же для того и работают, чтобы мы доверяли, и они однозначно больше знают, чем им. Они подсказывают, и как бы вот прислушиваешься, да, но по дизайну однозначно тоже, чтобы подходила, то есть по цвету, в кухню, под стиль или в ванную комнату однозначно, по цвету тоже. Ольга, вы? Ну, по дизайну, естественно, как бы это я, а в плане всего остального муж, я доверяю мужу. То есть у вас муж выбирает, и он там уже определяет, по каким параметрам. Он говорит, Ольга, берем вот это. Да. Ну, и хорошо, ответственности на мужа, собственно, нет никаких проблем. Антон, есть вопрос с Вайбер, я просто сразу буду зачитывать. Не знаю, вам вопрос или нет, или оставим мы этот вопрос на рассмотрение позже. Ну, вот такой. Был случай, когда я запустила микроволновку, забыв поставить в нее тарелку. Печь поработала минуту, даже запах пошел. Вот, думаю, что могло там произойти, и не испортилась ли моя микроволновка. Наталья К. Не знаю, насколько она испортилась, не испортилась, но, в принципе, там ничего не должно было сломаться. Ну, можно вот просто запускать пустую микроволновку, технику? Даже стакан воды туда не поставив. Ну, я думаю, нежелательно. Ну, в теории, да. В теории, не испортилась микроволновка, но нежелательно запускать пустую. Больше, Наталья К. Таких экспериментов, пожалуйста, не проводите. У нас, кстати, чуть позже появятся гости в студии, которые смогут высказать свое мнение на этот счет. Антон, хорошо. Холодильник и стиральная машина, вы сказали, что это наиболее частые покупки. Да. Я хотела бы попросить вас, Культак, сориентировать зрителей, на что обращать внимание при покупке. Давайте с вами сейчас, вот виртуально, да, выберем холодильник. Давайте. Давайте. Значит, на что мы ориентируем, что вы спрашиваете, приходит к вам покупатель и говорит, будьте добры, подскажите, какой холодильник мне выбрать? Во-первых, это, наверное, объемы морозильного отделения, холодильного отделения. То есть вы спрашиваете желание, да? Да, ну сначала пожелание, естественно, клиента. Какую величину семья, да? Да, 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 ну вот наводящие вопросы, то есть что конкретно хочет человек видеть у себя на кухне, то есть каких размеров холодильник должен быть и какой функционал у него должен быть у холодильника. Что значит функционал? Функционал, ну, естественно, различается. Есть электронное управление холодильником, то есть вы нажимаете на кнопочки, ну, я так буду вкратце. Нет, не пульт, руками. Но вот есть механическое управление, то есть это два реле обычные, которые, ну, минимум функционала вообще. Это температуру выставить, да? Да, да, да. Ну вот есть холодильники, которые нужно размораживать, есть, которые не нужно размораживать, то есть это упрощает чуть-чуть жизнь людям. Вот. Все это обговаривается, естественно, ну, вот. И отталкиваясь от этого, мы уже, ну, вот как-то подходим к конкретной модели. Ну, вот так вот узнается, то есть объемы, управление и, ну, вот. Ну, вот, знаете, вот когда я выбирала холодильник, я пришла такая вот незнающая. Сейчас я понимаю, что нужно просто почитать на сайтах отзывы, а потом уже направляться в магазин. Вот. Ну, я такая наивная пришла и говорю, что вы мне посоветуете? И очень правильный консультант сориентировал на то, что нужно. Ну, я внесла свои коррективы и приобрела холодильник. Вот. Но еще было важно, вот где размещается морозильная камера? Внизу или вверху, да? Вот. И еще было важно, как долго прослужит мой холодильник. Вот это для меня было важно. Скажите, пожалуйста, вот основная масса новой техники, да, которая сейчас присутствует в магазинах. На сколько лет она, работы она рассчитана? Срок эксплуатации крупной бытовой техники, если взять конкретно белорусского производителя, ну, вот, срок гарантии 3 года, но срок эксплуатации 10 лет. 10 лет? 10 лет, да. То есть 10 лет, а раньше? Вот, кстати, раньше холодильники, мне кажется, даже дольше служили. Вполне возможно, но были и другие, они по функционалу менее простые. Более простые? Да. А это уже гарантия того, что техника прослужит дольше. Но я вам хочу сказать, что, наверное, нынешние потребители не очень-то хотят иметь один и тот же холодильник больше 10-12 лет. Они ремонт сделали, им уже нужен другой по цвету, другой по величине, правда, тот, который лучше будет морозить. Поэтому, наверное, 10 лет, может быть, оно и правильно. Да. И любой производитель, наверное, еще хочет постоянно обновлять свой модельный ряд. Ну, естественно, конечно. Постоянно какие-то модели предлагать покупателю и, соответственно, зарабатывать больше денег. Так? Теперь давайте по стиральным машинам. Стиральные машины. Вот на что здесь нужно сориентировать покупателя? Наверное, первое – это габариты стиральной машины, как сказали девушки. Ну, вот, загрузка белья. В килограммы? В килограммах, да, измеряется. Вот, кстати, если семья из трех человек, то какая машина, ну, скажем так, практичнее? У меня дома стоит на 5 килограмм. Этого достаточно? Да, вполне достаточно. 4 килограмма маловато? 4 килограмма маловато, да. Одеяло не постираешь? Да, у меня мама 4, уже как-то да. Да, там и габариты меньше, естественно, и барабан сам меньше. Вот. Скорость оборотов отжима белья, ну, тоже играет роль, потому что чем больше обороты, тем, ну, естественно, суши белье у вас влазит. Ну, вот, если взять лето, то вы там вывесили, допустим, на 15 минут на балкон майку, тоже она у вас сухая. Она у вас сухая, потом ее одели, все, пошли. Ну, и, естественно, опять же, функционал, режимы, защита от детей, защита от протечек, все. Ну, это все, как говорят, плюшки такие, мелкие плюшки, которые могут обрадовать или огорчить. А вот, кстати, сохранилась ли эта тенденция? Чем проще машина, тем дольше она служит. Да. Все-таки так, да? Да. Чем меньше в ней всяких наворотов... Чем меньше функционала, естественно, тем лучше, да. Вот такие вещи. Хорошо. Скажите, что может омрачить покупателя уже после покупки какой-то техники? Это, ну, например, человек не ознакомился с классом энергопотребления или не узнал, какой шум у этой машины. Это действительно вот очень важно? Нет, естественно, роль влияет в этом всем, но человек, когда покупает, он же с консультантом разговаривает об этом всем. А если вдруг не спросит, консультант подскажет, на что обратить внимание? Естественно. Это все обговаривается, когда человек рядом стоит с консультантом и приобретает товар. Ну, вот эти вот загадочные или не загадочные буквы А или АА, это что значит? Класс энергопотребления. Чем больше букв А, тем лучше? Нет, если взять конкретно холодильник, это либо А, А+, А2+, А, ну, чем больше плюсов, тем меньше класс энергопотребления, то есть меньше потребляет. Так. Ну, вот, если взять стиральную машину конкретно, то там два есть класса. Один класс стирки, другой класс энергопотребления. Ну, вот, в стиральных машинах везде, в принципе, класс стирки А будет, это самый высокий, вот, который может быть, будь это импортный товар, либо белорусский. А класс энергопотребления, опять же, чем больше плюсиков, тем меньше электроэнергии. Действительно, позволяет вот так много экономить вот эта разница А и А с двумя плюсами? Если взять конкретно холодильники, то разница есть. Ну, вот, если стиральные машины брать, то разница небольшая, ну, вот, киловатт 10-15, ну, вот, ну, все равно приятно. А вот уровень шума, вот, кстати, какой может быть в машинах? Назовите конкретные цифры. 84 децибела на скорости отжима в тысячу оборотов. 84 децибела – это малошумная машина? Это, ну, смотря с чем сравнивать. Ну, давайте сравним машины. Есть 84 децибела, а есть? Ну, чуть меньше, естественно. Там, если 800 оборотов, это минимум, ну, тут децибелов 80. И это 84-80. Это значительная разница? Нет. Вы этого, ну, ухом вы этого не услышите. Ухо не звукорежиссера абсолютно не отличит, так? То есть на это, наверное, и не надо обращать внимания? Ну, в принципе, внимания на это никто и не обращает. Но это все равно все обговаривается, и, ну, в повседневной жизни вы на это внимание не обратите. Вот микроволновые печи довольно часто, наверное, покупают. Покупают, да. Ну, вот Ольга так и не приобрела себе в квартиру микроволновую печь, потому что говорит, что на 50% уверена, что она все-таки вредит здоровью. Что вы, как продавец-консультант и человек, который постоянно читает вот эти инструкции, да, или как называть, руководство по эксплуатации, да, что вы скажете о безопасности микроволновых печей? Мое, лично мое мнение, совершенно безопасный товар, вот. Во-первых, там все экранировано, то есть защищает от излучения, да, от излучения, вот. А функционально, в принципе, ну, ребенок пользуется, ну, любой сможет, вот, и страшного ничего с этим не случится, вот. То есть, ну, товар легкий, ну, вот, и вреда он, в принципе, никакого не принесет. Ну, вы знаете, я вот вспоминаю огромное количество телепередач, которые я посмотрела о безопасности микроволновки. И во многих говорили о том, что все же не нужно гипнотизировать взглядом микроволновку и не нужно стоять рядом с микроволновкой. Вот где-то там метр-полтора, находитесь, пожалуйста. Ну, у любого товара есть радиус излучения. Да. Даже если взять микроволновку, не полностью все экранирует, но какие-то маленькие проценты остаются. Ну, опять же, вы когда разогреваете еду, вы же рядом с микроволновкой, наверное, не стоите. Ну, я да, но есть люди, которые прям вот и заглядывают, особенно детям это, да, интересно. Интересно. Ну, в общем, микроволновкой, как я понимаю, пользоваться безопасно, но находясь от нее на безопасном расстоянии. Девушки, Антон, у нас есть телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут и какой ваш вопрос, или вы высказаться хотите? Меня зовут Лидия Яковлевна. Очень приятно, Лидия Яковлевна. Ваш вопрос? Не вопрос, а я хочу рассказать свою историю. Пожалуйста. В 2010 году. Так. Мы с мужем выиграли холодильник Минск. Так. И это только в Минске начали выпускать холодильники. Холодильников было не достать, не купить в магазинах, очереди или там по блату. А нам повезло, у нас такое счастье. Мы молодая семья. У нас был трехгодовый сыночек, и я была беременна. Так. Вторым. И вот муж купил лотерейный билет, я потом в сентябре, в начале сентября был розыгрыш, и он говорит, подожди, я зайду, проверю. И я напротив вот магазина хлебного на советской, на почте, на центральной, тогда была центральная почта, напротив универмага старого. Вот. И он пошел, проверил, я стою на одной стороне улицы, а он выскакивает с той почты и кричит, я холодильник выиграл. Это было столько радости, это было столько радости, что мы такая молодая семья, бедная еще. Прекрасно. Скажите, как долго работал у вас этот холодильник? 30-35 лет проработал честно и благородно, отпахал. А потом еще завезли на дачу. На дачу. Я только хотела сказать, скажите, а сколько лет он на даче? А вот сейчас уже где-то лет 10-15 мы купили новый холодильник, уже двухкамерный. Он полгода прослужил, веро и правдой, а потом испортился и стал вот... Ледяная вера стал появляться в камере. И вот он у нас сейчас стоит до сих пор. Мы не ремонтировали никуда. Просто часто выключаю, мою и опять включаю. Понятно. Спасибо за интересную историю. Спасибо вам большое. Звоните, пишите в Вайбер, уважаемые телезрители. Вот такая история. 35 еще и на даче. Я так поняла, сейчас служит, да? Или, ну, отслужил, но как минимум 40 лет... Ну, хороший холодильник. Хороший холодильник. Встречаются еще такие? Встречаются, да. Люди приходят, говорят, что увозят на дачу и стоит до сих пор, работает и все хорошо. Ну, вот и с 80-х годов холодильники стоят. Антон, вот один из советов, который можно часто прочитать на сайтах, где рекомендуют, как покупать бытовую технику. Значит, пишут, что покупая бытовую технику, убедитесь в том, что она новая. Неужели действительно в магазине можно приобрести товар, бывший в употреблении? Нет. Вы рассказываете про свой магазин, я так понимаю, да? Или это вообще исключено, в принципе, в белорусских магазинах? Нет, сейчас расскажу. В любом случае, это будет новый товар, который никто не использовал. Единственное, что товар может быть просто с дефектом, который появился при транспортировке. Либо какие-то такие варианты. Но в любом случае, это не бушный товар, скажем так. Я поняла. Скажите, пожалуйста, какова вероятность попадания в торговую сеть несертифицированного товара? Нет вероятности такой. Вообще нет вероятности? Все магазины, те, которые приобретают товар, естественно, проходят сертификацию товара. И еще я хотела задать такой вопрос, который касается транспортировки крупной бытовой техники. Но если доставляют специалисты, то наверняка это все учитывается, да? Но иногда люди перевозят с одной квартиры на другую свою крупно-бытовую технику. О чем нужно помнить? Если это стиральная машина, то предназначены для перевозки транспортировочные болты, которые вкручиваются в заднюю стенку стиральной машины. Они фиксируют, что барабан это, да? Они фиксируют барабан, да. Для того, чтобы... При амортизации это все не раскачивалось. Если же это холодильник, то можно и горизонтально, и вертикально. Но просто после транспортировки нужно, чтобы товар некоторое время отстоялся и принял комнатную температуру. Отстоялся в нужном ему положении, да? Да, да. И принял комнатную температуру. Как долго? Ну, часа два-три? Ну, в документации 40 минут прописано. Это обязательно. Спасибо за советы. Да, конечно. Как правильно транспортировочные эти болты в машинке, они выбрасываются, скажем так. Машинка покупается, а когда человек переезжает с места на место, но все-таки проходят годы. И что делать в такой ситуации? Можем ли мы обычными болтами это закрутить? Или как это сделать? Да, или как правильно? Имея подручные средства. Нет, обычными болтами нет, потому что на болты одеваются еще, скажем так, как вам объяснить так? Ну, какие-то заглушки, фиксаторы. Которые под размер специально пластмассового барабана, которые внутри. Хорошо, Наталья, оставляйте машину новым хозяевам. Нет. Переезжайте, покупайте новую. Ничего страшного, что она у вас поедет без болтов, просто, ну... Держите барабан. Нет, в целях, скажем так, ну, правильной эксплуатации, чтобы правильно это все транспортировать, что нужно сделать? Положить какие-то тряпки, что сделать? Нет, ничего, если у вас болтов нет, пожалуйста, поставили в машину, перевезли. Просто для правильной транспортировки, скажем так, ну, производитель, ну, вставляет... Я поняла, я поняла, ну, ехать нужно тихо, однозначно, и по хорошей дороге. Это, я думаю, Антон подтвердит. Все верно? Да. Дорогие друзья, о бытовой технике мы говорим сегодня этим добрым вечером. Составляем топ-6 бытовых приборов. Учимся выбирать и напоминаем правила пользования бытовой техникой. Высказывайтесь, пожалуйста, интересуйтесь и советуйте. 34 22 43 телефон студии. Отправляйте ваше сообщение в Viber. Дорогие друзья, как видим, к покупке бытовой техники крупной и не очень люди подходят весьма ответственно. Ведь каждый заинтересован в том, чтобы новый агрегат прослужил долго, работал без поломок, был удобным в использовании и безопасным. Как долго можно продлевать срок службы бытовой техники? Как ее правильно и безопасно использовать? Спросим у Александра Елисеева. Технического директора сервисного центра «Добрый вечер» Александр и Дмитрия Галкина, начальника отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС «Добрый вечер». Я хочу спросить, Александр, Дмитрий, вот вы знакомились со списком, который девушки нам представили. Вы что-то хотели бы добавить или отнять? Хотели добавить, в смысле, что-то хочу еще, да? Да, 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 на кухню, именно на кухню. Кофе-машину, наверное, хотел бы. Так, Дмитрий? Я думаю, этого достаточно. Того, что предложила Ольга или что предложила Наталья? Что предложила Наталья. А вот вы знаете, наши дамы, Алла, Смоляк, Светлана, просто не представляют жизни без посудомоечной машины. Без посудомойки караул, написала Алла. А Елена Мисевич еще хотела бы, конечно, стиральную машину, безусловно. Очень много сообщений. Кто-то не представляет жизни без электромясорубки. Без мультиварки. Значит, микроволновка важна. Миксер, мультиварка, хлебопечь и, конечно же, комбайн. Вот. И очень многие не могут обойтись без микроволновки. Да. И еще пишут, и фритюрницу, и тостер неплохо было бы. Вот такие варианты. Александр, такой вопрос у меня... Нет, мой вопрос подождет, потому что есть вопрос у телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Федоровна. Очень приятно, Наталья. Я звенен в речице. Да. Просто я хочу высказать свое мнение на данный момент, что ни одной семье первую нельзя обойтись без... На первое место ставлю стиральную машину. Абсолютно с вами согласна. И, ну, потом холодильник. Зимой, Наталья, можно жить и без холодильника, правда? А вот летом без него никак. А стиралка, это правда, да. Скажите, а без чего вы с легкостью обходитесь? А вот вы знаете, все остальное, как таково, оно не очень важно. Так. Самое страшное, это когда нет стиральной машины. Я из собственного опыта. Я вырастила четырех детей. О, да. С разницей... У них два года разница за каждым. Из них парализованный. Сорок лет я его смотрю. Сорок лет. Какое количество стирки за свою жизнь я перестирала руками, это, я не знаю, книгу Гиннеса, наверное, меня надо занести. А вы знаете, надо попробовать. Кстати, спасибо вам за ваше мнение. И мы желаем, чтобы у вас никогда не ломалась бытовая техника. Ни стиральные машины, ни холодильники, ни любая другая, которая у вас в доме есть. Всего вам самого хорошего, крепкого здоровья. Смотрите нас в эфире. Александр, такой вопрос. Почему сроки службы современной бытовой техники, ну, чуть снижены? Вот первая телезрительница звонила, говорила, вера и правда, и холодильник там 30... 35 лет. 35 лет отслужил. А сейчас чуть меньше. Ну, это я говорю так, чуть в треть меньше. У меня тоже такой пример есть. Тоже холодильник отслужил с 87-го года. Сейчас на даче. Работает. Да, прекрасно. Ну, а по существу? Ну, по существу, в принципе, техника усложняется. Добавляется электроника, добавляется много дополнительных функций, дополнительных приборов, датчиков всяких. Поэтому, в принципе, само по себе это позволяет, не то что позволяет, а сокращает ее срок службы. Ну, как я уже сказала, наверное, и еще раз повторю, наверное, мы сами, может быть, даже, и не очень хотим, чтобы она работала вот бесконечно, потому что уже хочется чего-то новенького. Мы сами усложняемся. Это сами усложняемся, как, допустим, пример по поводу телефонов, да? Да, да, да. Год-два попользовался, уже хочется нового, да? Стиральная машина тоже примет срок службы. Ну, есть примеры прекрасные, там, 15, 18, даже 20 лет служат стиральные машины. В принципе... Автоматы? Ну, да, автоматы. Вот эти современные, да? Да, автоматы есть, служат, выполняют свои полностью функции. Хорошо. Вот как долго можно продлевать срок службы агрегата, если его правильно эксплуатировать? Ну, можно продлить бесконечно, не включая, да? Но если вы включаете, то уже начинает функционал выполняться, поэтому... А, не включ... А вот, кстати, не портится ли бытовая техника, когда ею не пользуется? Ну, есть разные варианты в этом вопросе рассматривать. Есть техника, допустим, если вы попользовались стиральной машиной, оставили там воду, закрыли ее и ушли, да? На год-два, там, предположим, то открывши ее через три года, вы можете, извините меня, там, очень приличную плесень получить. И она будет вонять, и, извините, так сказать... Да, ну, всякие там резиновые штучки из нашей... Поэтому, в принципе, от того, что она стоит, просто сама, если она правильно запакована и правильно, так сказать, эксплуатировалась, то ничего не должно быть такого. Не должно сказаться на сроке эксплуатации или как продолжительность ее эксплуатации. Ну, вот смотрите, если холодильнику отведен срок 10 лет, да? Вот если его правильно эксплуатировать, я уже не спрашиваю, как? Сколько он может еще протянуть? Ну, я же вам говорил, мне пример с 87-го года служит. А, нет, это та бытовая техника. А вы об этой скажите. Ну, об этой будем говорить лет через 20. Пусть а 15 лет, правда? Поэтому, ну что, протирать, не допускать, не ударять, ну, я не знаю, обычные пользовательские вещи, которые описаны в инструкции по эксплуатации, не допускать. Очень капризная техника по электричеству. Если, допустим, у людей есть перепады напряжения, там, сельская местность, да? Особенно есть моменты такого, соседи варят сваркой. Вот это очень сказывается на... Или соседи-цыгане. Ну, это уже, так сказать, это самое, да. Бывают всякие такие вот вещи. Они очень сказываются на работоспособности техники. Частое пропадание электричества. Это очень сильно сказывается на работоспособности техники. Допустим, холодильнику, как вы говорите, да, достаточно там выключить на 5-10 минут, а потом включить, он может уже немножко повредиться. Да. Есть проблемы такого плана, да. Есть интересные вещи. Ну, разные есть холодильники, но есть ситуации. Если работают, то пусть работают. Но я так понимаю, мы в ответе за тех, кого приручили однажды, да? Это касается и холодильников со стиральными машинами. Есть у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Ваш вопрос? А вот у меня такой вопрос. Получается, что вот, скажите, пожалуйста, а можно ли вставить микроволновку на холодильник? Ааа. Чтобы вообще не возникли проблем с точки зрения взаимодействия вот этих вот микроволнов и холодильника. Спасибо за вопрос. Есть ли человек, который хочет ответить на это? Если у него позволяет рост, то, пожалуйста, пусть ставит. Такого вот явного противодействия я лично не знаю. Главное, чтобы доставать. Одна проблема, да? Проблема только такая, да. Когда пищу высоко ставишь, то можно ее, так сказать, на себя там пролить или что-то еще. Особенно горячее, когда подогреваешь, есть проблема вот в этом. Дмитрий, вы поддерживаете? Да, поддерживаю. В общем-то, можно, да? Но вот, наверное, на стиралку я бы не ставила микроволновку. Нет, ну это не... Потому что прыгать будет, да? Вот у меня есть, извините, я перебью, у меня есть ответ на первый вопрос, который звучал в студии по поводу микроволновки. Кстати, его сейчас еще повторю. Я знаю, что вы хотели так. Вот. Был случай, когда я запустила микроволновку, забыв поставить в нее тарелку. Печь поработала минуту, даже запах пошел. Вот думаю, что могло там произойти и не испортилась ли моя микроволновка, Наталья Ка? Ну, ей надо просто поступить. Взять стакан воды, поставить в эту микроволновку и включить ее снова. Если в течение минуты вода нагрелась каким-то образом, да, потрогать пальчиком, после выключения потом, потрогать пальчиком эту воду в стакане. Если она нагрелась, то с вашей микроволновкой ничего не произошло. Все в порядке. Все в порядке. Но включать микроволновку без какой-то пищи нельзя. Без воды. А если вот в стакане чуть-чуть воды? Ну, это приведет к тому, что вода выкипит, и через пару минут у вас опять останется камера пустая, без поглощения электроэнергии. Поняла. Александр Михайлович, спасибо большое за эти ответы. Дмитрий, вам вопрос. Значит, существуют ли какие-либо ограничения на количество включенных в сеть электроприборов? Вот в отдельно взятой квартире или комнате? Конечно же, существуют эти ограничения. То, что мы говорили, чего сегодня на кухне не хватает. Ну, здесь нужно подумать. А выдержит ли наша электропроводка? Или подумать, когда что включать. Подумать, совершенно верно. Когда что включать. Сегодня эти электроприборы, такие как микроволновая печь, холодильник и другие, они потребляют все-таки достаточно много электроэнергии. И поэтому нужно задуматься, в каком состоянии электрическая проводка. Ну, и как минимум нужно посмотреть, сколько в одну розетку включается электрических приборов. Давайте мы о розетке чуть позже. Вот давайте такой пример. Стандартная кухня. Здесь есть холодильник, работает. Мы включаем стиральную машину. Можем еще включить микроволновку или нет? Давайте так. Я не могу сказать, можем мы включить. Есть такое понятие, как допустимая нагрузка сети. Так. Есть, например, старая ветхая проводка. Конечно же, она, наверное, больше не выдержит вот такой вот нагрузки. В современных, может, домах, да, естественно, при двух потребителей проводка, с ней ничего не случится. Но в частных домовладениях, где она не обслуживалась, не заменялась сравнительно долгий период, конечно, здесь я бы не рисковал. То есть, если вы не знаете, какая проводка в этой комнате, в этой квартире, лучше не включать три прибора сразу? Три, четыре зачастую и больше приборов включают, потому что в соседней комнате происходит также включение. Иногда и мы не знаем, кто-то из домашних включает другой прибор, но мы об этом не знаем. Поэтому здесь тоже нужно ограничивать. Хорошо, Дмитрий, смотрите, может ли исправная бытовая техника стать причиной пожара? Да, может. Одно из условий – это неправильная его техника эксплуатации. Так, например? Ну, например, оставили без присмотра телевизор в режиме ожидания. Достаточно долго он находится, он может быть источником опасности. В то же время и микроволновая печь, другие электроприборы, холодильники. Любой электрический прибор – это устройство, которое может быть источником опасности в домовладении. То есть, все только под присмотром? Совершенно верно. Получается, что едва ли не единственное условие, вот скажем так, безопасности бытовой техники – это ее правильная эксплуатация и присмотр. Правильная эксплуатация и присмотр. Все правильно вы говорите. Александр, какая техника выходит из строя часто? Это такой банальный вопрос, в принципе, который задают все люди, которые выходят чаще. На этот вопрос я ответ не знаю. Ну, хорошо. Но вот что чаще ломается? У вас не спрашивают? Ну, вот у Антона, наверное, спрашивают. Какой холодильник купить, какой будет меньше ломаться. Какой будет меньше ломаться. Если мне Антон скажет, сколько было продано того товара, сколько того, а я сопоставлю это с сервисом, сколько было в ремонте, тогда будем говорить об этом деле. К нам поступает техника, которая сломалась у клиента, которая у них проблемы с этой техникой. И судить, допустим, по двум-трем ремонтам, что эта техника плохая, абсолютно нельзя. Совершенно. Бывают разные случаи совершенно. Я поняла. И сейчас, в данный современный момент, утверждать, что вот эта модель лучше, чем эта модель, абсолютно нельзя. Внутренность, начинка, они делаются на одних заводах, все у них хорошо. Единственное, отличается дизайн. То есть получается, что пальцем в небо, да? Вот как вам повезет? Купили и купили. Повезет хорошо. Всякое в жизни бывает, да. Я вам хочу рассказать случай из своей собственной жизни. Когда-то вот мои родители, меня еще не было на свете, они купили первый свой телевизор черно-белый. Вот. И он в первый день, значит, там что-то в нем произошло, он сломался. Пришел мастер и говорит, я вот вам поменял, но если еще одна поломка, можете его и купить новый. Вот. И он служил верой и правдой очень много лет. Ну не 35, наверное, чуть меньше, но еще сейчас стоит на даче, и, наверное, если бы его включили, то он работал. Так что это все, ну, дело случая, я понимаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какие самые распространенные причины поломок бытовой техники? Это неправильная эксплуатация или все же брак какой-то производителя? Ну, вы знаете, вот такой статистике явно это вообще-то невозможно сопоставить. Я лично оцениваю за свою, так сказать, трудовую деятельность 50 на 50, может быть, даже больше по вине клиентов. Вот. Я хотела сказать, мне кажется, что клиенты очень грамотные люди. А как вы их оцените? Нет. В связи с тем, что техника усложняется, да, сейчас у нас даже, извините, стиральные машины и холодильники общаются по вай-фаю. Даже утюги, чайники у нас общаются по вай-фаю. Поэтому говорить о том, что там, в чем вина произошла, я не могу даже сказать. Хорошо. Давайте, а может быть, есть какие-то интересные случаи из жизни, вот когда там приходил человек, говорил, ну, не знаю, само произошло. Ой, ну, случаев таких много, но, вы знаете, я так не расскажу. Не хотели бы останавливаться. Да, не останавливаться. Хорошо. Какие сроки оказания услуг по ремонту техники? Ну, тут надо разделять гарантийный ремонт, платный ремонт. Ну, давайте вот гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт по закону о защите права потребителей должен делаться, так сказать, незамедлительно, но не больше 14 дней. А платный ремонт, он договор с клиентом, который заключается в сервисном центре. И в договоре в этом описано, сколько времени, в принципе, предположительно может длиться этот платный ремонт. Но он может быть пересмотрен путем переговоров с клиентом, путем согласования с клиентом, в связи с тем, допустим, что там детали не поставляются, или там нужно еще дозаказывать детали. Эти сроки могут немножко оттягиваться. Александр, а вот какой гарантийный срок предоставляется на уже отремонтированный аппарат? На уже отремонтированный аппарат, во время гарантии, когда мы его ремонтируем, дополнительных сроков не предоставляется, а просто продляется на то время неудобств, который был связан с неудобствами у клиента. То есть вот он сломался, вот он получил. Вот на этот промежуток времени, значит, в принципе, удлиняется. Я понимаю, что сейчас, наверное, каждый продавец-консультант очень ответственно относится к тому, чтобы все талоны были заполнены при продаже и так далее. Но наверняка бывают такие случаи, когда гарантийные талоны не заполнены. Так вот, хочу спросить, Александр, можно ли сдать в гарантийный ремонт технику, если гарантийный талон по какой-то причине потерялся или не заполнен, или заполнен неправильно? Вы в сервисе не работали? Нет. Нет. Вопрос очень профессиональный, потому что это целая беда вопросом с гарантийных талонов. Продавцы ставят печати, может быть, это спасибо им, что если они поставили печать, а бывают такие случаи, что они просто не ставят печати. Тогда для нас это очень все плохо. Мы, к сожалению, вынуждены клиентов отправлять к продавцам за этими печатями, потому что мы не можем выполнить гарантийного ремонта без этой печати продавца. То есть получается, что где взял этот покупатель эту технику, непонятно. Да, у разных производителей есть разные ситуации. Есть производители, которые обеспечивают ремонт без гарантийного талона, допустим, потерял клиент во время переезда, там еще какие-то нюансы. В этом случае клиент пишет заявление, это заявление рассматривается. Есть такое понятие дата выпуска аппарата. Если дата выпуска аппарата и сегодняшняя дата небольшая, то, в принципе, есть вероятность, что клиента можно обслужить по гарантии. И поверить ему, да? Да. Не то, что поверить. Там сложная процедура. Клиент пишет заявление, рассматривается это заявление. У производителя это спрашивается, возможно ли тут ремонт. Ну, дальше... Но чаще положительные ответы. Если сроки совпадают, допустим, между датой выпуска и датой сегодняшнего дня, так сказать, сроки нормальные, то, в принципе, ну, как нормально, год, есть полтора. Спасибо. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Лидия Федоровна. Лидия Федоровна. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему нет мини-стиральных машин в магазинах? Вот в Комсомольской празднике на 50 лет по интернету заказать можно, а интернет же не у каждого есть. Почему нет машин в магазинах этих машин? Мини-стиральных машин. Нет стиральных машин? Я не понимаю. Нет мини-маленькие. Мини-стиральных. Только для полотенца, для малого делья. Понятно. Вопрос понятен. Спасибо большое. Есть ли такие машины сейчас? Мини... Ну, тут есть разные понятия чуть-чуть. Мини-это, как раньше были машинки, которые можно было на ванну, допустим, поставить. Лебедь и мара, вот эти вот малышечки. Либо мини-это по загрузке. Мини, допустим, те же самые габариты по высоте и по ширине, только минимум загрузка. Ну, расскажите, какие есть. Ну, вот те, которые, допустим, старого образца, вот, как вы говорите, мара и лебедь. Они уже не выпускаются? Нет, такие уже не выпускаются. Есть варианты стандартных габаритов, только меньшей загрузки. Вы говорите об отечественном производителе или в принципе? Об отечественном. А знаете такие, Александр Михайлович, есть такие образцы у иностранных производителей? Ну, это зависит от торговли все-таки. Я сейчас на рынке у нас не видел мини. Ну, вот, как вам объяснить? Вот эти машинки, которые... Раньше были, лет 10 назад были Канди, они выпускали машины. Они их, извините, можно было сказать, под мойку можно было поставить. Вот, сейчас я не видел таких машин продажи, но это все, мне кажется, от продажи зависит, какие закупаются. Мне кажется, еще и изучают спрос. Наверное, да. И если его нет. Спросом не пользуются, скорее всего. А вот какая минимальная загрузка в машинке может быть? И габариты самые маленькие? Габариты самые маленькие. И, ну, если, опять же, конкретно отечественные производители, ширина и высота стандартно. 46. Высота 84, ширина 60. 60 и 40 самое узкое, наверное, да? Нет, нет. Ширина в любом случае 60, потому что стандарт только в Беларуси делается. Хорошо. А вот как? Глубина. Глубина, да. Глубина. Глубина минимум 32,8. Это загрузка на 3,5 килограмма стиральная машина. У Лидии Федоровны получается только такой выход. Это минимум, да. Хорошо. Александр, вопрос такой. Можно ли, нет, на каких условиях осуществляются выездные гарантийные ремонты? Наверняка есть вот холодильники, да, которые не потянешь в мастерскую, да? Это не нужно делать, да. Не нужно? Ну, а зачем? Ну, по закону защиты прав потребителей доставкой техники, так сказать, занимаются продавцы. Но некоторые производители техники позволяют осуществлять выездные ремонты на дому у клиента. То есть для этого нужно клиенту сделать определенные процедуры. То есть сейчас на каждом холодильнике, на каждой стиральной машине имеются наклейки с бесплатным номером вызова мастера. Значит, человек может набрать этот номер, объяснить свою проблему. И можно говорить, что к этому человеку должны приехать мастера. Спасибо за ответ. Дорогие друзья, о бытовой технике мы говорим сегодня этим добрым вечером. Составляем топ-6 бытовых приборов, учимся их выбирать и напоминаем правила пользования техникой в быту. Далее в программе о безопасном использовании техники. Звоните нам, пожалуйста, 342243 и пишите в Viber номер, вы видите на экранах. Современные производители стараются максимально облегчить нашу повседневную жизнь. Домашняя техника сегодня сочетает в себе простоту использования, высокую функциональность и приятный дизайн. Но что можно сказать о ее безопасности и безопасном ее использовании, спросим у наших гостей. В частности, у Дмитрия Галкина, начальника отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС. Дмитрий, что нужно учесть перед тем, как взять вилку электроприбора и вставить в розетку? Ну, во-первых, первым делом нужно изучить руководство по эксплуатации данного прибора. К сожалению, многие люди этим пренебрегают, игнорируют вот этой маленькой книжкой, которая нам подскажет, расскажет, что необходимо выполнять, какие требования завод-изготовитель на данный момент предъявляет к этому прибору, как мы должны его устанавливать, как эксплуатировать и все необходимые мероприятия, что мы должны производить в дальнейшем. Я держу в руках вот эти правила руководства по эксплуатации. Мы чуть секундой позже вернемся, не секундой, а минутой, двумя, потому что у нас есть телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, как вас зовут и ваш вопрос. Меня зовут Михаил. Вопрос следующий. Значит, во всемирной сети в последнее время разгораются споры о том, что стоит ли использовать технику в режиме стендбай. Кто-то говорит о том, что в режиме ожидания можно оставлять тот же самый телевизор, стиральную машину, микроволновую печь. Кто-то говорит о том, что даже в режиме ожидания и телевизор и другая техника значительно тянут электроэнергию. А есть еще мнение о том, что в случае выключения из сети значительно расходуется ресурс этой самой техники. И вопрос следующий. Стоит ли игра свить? Стоит ли сэкономленная электроэнергия, возможно, потраченных денег на ремонт этой техники? Ох, какой завернутый вопрос. Вопрос очень интересный, конечно. Ну, кто первый? Александр, Антон, Дмитрий, девушки? У меня, допустим, все в резетку вставлено. И телевизор. Ой, Наталья. Ой, Наталья. И стиральная машина. То есть, ну, как-то так, да. Давайте я скажу, наверное, с точки зрения безопасности. Это не совсем правильно, когда мы постоянно телевизор в режиме ожидания его эксплуатируем. То есть, длительное время его не выключаем, в том числе и когда уезжаем, и когда длительное время не находимся дома. Наверное, это так. Потому что я могу привести ряд пожаров. Примеров, да, пожаров. Примеров, да, пожаров, где такие факты имели место быть. Поэтому... Это случалось в нашей области недавно. Совершенно верно. Но, с другой стороны, как, насколько это влияет на ресурс этого прибора, я, конечно, сказать не могу. Ну, вы знаете, если, наверное, говорить о том, что квартиру в целости сохранности оставить в свою жизнь, или там потратиться на электроэнергию, или все-таки, наверное, выберем безопасность. Ну, теперь переходим к Александру. Что скажете? Действительно вот техника как-то портится, если ее включаешь-выключаешь? Ну, что значит, в розетку вы имеете в виду? Ну, да. Но розетка портится. Розетка, так. Хорошо, ну, понятно, расшатываем, да. А техника? Я бы рекомендовал все равно каждому человеку, выходя из квартиры, думать о том, что у него осталось дома включенное. Поэтому нужно, на мой взгляд, нужно выключать. Стендбай держать не рекомендую. Это мое, так сказать, заключение. И даже не в целях экономии электроэнергии. Ну, по этому поводу можно много спорить, сколько там 3 ватта, там 4, 5 ватт потребляет этот телевизор, там, или другая техника. Ну, можно посчитать все, можно там деньги перевести. Дело даже не в этом. Если у вас случайно при отсутствии вас что-то произойдет с электропроводкой, и соседи коротнут, и что-то там вместо 220 будет там 380, то у вас загорится, и у вас дома нет. Вот это главный принцип, который человек должен помнить, в принципе. А то, что вы будете выключать, включать, ну, я не думаю, что должно все это сказаться. Вы выключаете. Ну, я рекомендую всем это делать. Так, Дмитрий, вы выключаете. Александр Советович совершенно прав. Любой перепад напряжения, скачок напряжения может быть чревато какими-то последствиями, в том числе и выходом из строя этого прибора, за который наш телезритель так волновался, да, и не только этого прибора. Ну, его и интересовало это, да. Поэтому я тоже не рекомендую в стендбай оставлять телевизор. Вот, Наталья, выходите из дому, все выключаем. На длительный срок уезжаем однозначно выключаем. Ну, и даже каждый день вы ходите на работу, выключайте. Есть еще телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, ваш вопрос, как вас зовут, скажите? Тамара. Очень приятно, Тамара. Пожалуйста. Агрогородок Черетянка, это от Гомеля 50 километров. Не знаем. У нас вот такое произошло. И вы знаете, когда я уключила, как здорово, что есть вот такое передатель, что можно обратиться. Значит, у нас таких монсерских нету. Стиральная машина дополнялась, мы отремонтировали. Но очень у нас случилась такая беда. У нас черноводские домики отдельно. И вот гроза у шоседа ударила, да, в талку, телевизор взлетел. И мы по этой волне, и мы, нашу порту, в самый холодильник. Ну, уже, на гарантии уже, нет уже гарантии. Это уже не гарантийный случай, да? Да, да, да. Куда нам обратиться за ремонтом, кто вызовет мастера? А, вот как. Спасибо. Для этого надо знать, какая там модель холодильника и тому прочее. Вот, в принципе, ну, мне телефон сказать или что? Нет, телефон не нужен. Дело в том, что, смотрите, это Черетянка, 50 километров от Гомеля. Я понимаю. Выезжают ли мастера туда? Мы в конкретном случае обслуживаем технику в радиусе 100 километров. Вот Жлобин, вот это вот кольцо наше, вот это вот все. Ну, значит, Черетянку обслужите. Я понимаю. Все, наверное, зависит от того, какая марка, какая марка, надо знать. Какая марка, надо знать. И фирма. Я... У меня в руках вот эти руководства по эксплуатации. Это мои личные. Я сегодня их перелистала. Вы знаете, Дмитрий, я обнаружила очень много всего интересного, что я когда-то читала, но давно забыла. И я думаю, что, наверное, и многие телезрители об этом тоже не помнят. Например, вот что это? Это у нас, наверное, холодильник. Внимание! Не реже двух раз в год. Во время размораживания и уборки холодильника чистите пылесосом заднюю стенку холодильника и конденсатор в соответствии с рисунком, предварительно отключив холодильник от электрической сети и отодвинул его от стены. Для чего? Чистим заднюю стенку. Все верно, потому что, ну, холодильник – это наиболее, наверное, в пожаробезопасном как прибору. В смысле? В смысле, да. Он является, ну, уже говорили, что долгий срок службы его, 10 лет. Ну, однако, как вот показывают нам на картинке, есть определенные особенности – это нагревание компрессора, да. В случае неисправности термореле он может выйти из строя, и, соответственно, от температуры, вот та пыль, которая нам рекомендует убрать ее от пылесоса, с помощью пылесоса она может воспламениться. Соответственно, и… Если там войлок такой образуется, да? Да, да, совершенно верно, соответственно, уже с последствиями далее может пожар распространиться на наши помещения и предметы, которые рядом находятся. Давайте спросим у потребителей. Наталья, пылесосите? Никогда. Ну, у вас чистота, наверное, стерильная. Ольга, вы? Первый раз слышу, что такое… Вот, вот. Так, девушки, завтра обещайте Дмитрию, да. Нет, не генеральную уборку. Пылесосим заднюю стенку холодильника. И я в выходные дни тоже это сделаю. Кстати, это единственный, наверное, прибор, который мы оставляем в сети включенном, да? Постоянным. Дмитрий, хорошо. Только я добавлю, будут пылесосить, чтобы с розетки выключили. О, очень важно. Обязательно. Я не буду перелистывать все книжечки, но у нас есть еще стиральные машины, микроволновки, ну что еще, телевизоры. Давайте кратко о каждом, что мы знали, но забыли. Ну, про телевизор мы уже говорили, да. Стиральная машина, это тоже прибор, который требует, он потребляет много электричества, да, он требует определенной установки. Это как, например, выставить его на уровне, да, чтобы не было лишнего шума, чтобы не терлись детали. Также именно опасность подключения стиральной машины, да. Да, зачастую люди применяют удлинители, да, сомнительного качества, которые не должны использоваться при той токовой нагрузке, да, на этот прибор. Два-три удлинителя, потому что до розетки далеко. И в связи с тем нарушается изоляция и происходит короткое замыкание. Это одна из причин, по которой может стиральная машина прийти в негодность, либо вообще, ну, скажем, сгореть. Угу. Я вот еще читала здесь о тостере. Оказывается, его нельзя близко, там, к шторам. Да, ну, конечно, честно, да. Нагревательный прибор, да. Он нагревается, да. Воды. А если там кусочек хлебушка, кстати, загорелся, что делать? Ну, что это? Там поддон есть. Вытягивается. Он остается. Выключать быстрее. И тоже тостер, тоже только под присмотром. Ну, конечно, это довольно опасный прибор. Это как утюг. Мы сейчас напугаем присутствующих в студии детей. Вот, кстати, на что обратить внимание, обучая детей, пользованию бытовой техникой? Вот на эти факты, о которых мы говорим, нужно постоянно обращать внимание. Выключаем. Выключать. Не оставлять в том числе одних детей, не то, что одних, а вообще наедине с такими приборами, которые могут нести потенциальную опасность. Угу. Одних детей заниматься там своим делами, да. Обучить пользованию, правил пользования другими приборами, которые они могут использовать, да. Вот. Микроволновка. Микроволновка. Еще я знаю, вот Наталья до передачи мне задавала вопрос, мне задавала, пусть она вам теперь задаст, о зарядных устройствах. Буквально два слова. У нас очень мало времени. Есть примеры пожаров. Зарядные устройства для телефонов. Зарядные устройства для телефонов. К сожалению, мы зачастую заряжаем телефоны когда? Ночью. Ночью, да, совершенно верно. Мы оставляем подзарядное устройство, оставляем телефон, он нагревается, рядом у нас постельные принадлежности, другие сгораемые предметы. И, к сожалению, может произойти вот это вот возгорание подзарядного устройства. И самого телефона, да, знаете, вот и по всему миру примеры такие, когда отзывают из торговли эти, как они называются, айфоны там. Да, 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 было такое. Семьи и так далее. Я хотел бы добавить, это когда заряжаете, когда телефон включен. Да, когда заряжает. Но обычно утром что мы делаем? Мы телефон вынимаем, а блок оставляем. А оставили в розетке. Вот этого тоже нельзя делать. Нужно вынимать блок питания сразу. Почему? Ну, потому что он включен, остается. То есть это тоже сам? Это потенциальная угроза, да. Он находится в розетке. Очень полезные вещи вы сейчас говорите. Наверное, мы о них слышали. Многие слышали. Но забываем. Александр, еще один маленький вопрос. И уже просто вопросов осталось много, а возможности задать их нет. Вот я слышала, что существует подменный фонд во время нахождения какого-то агрегата в ремонте. Это действительно так? И что предлагает сегодня обменный фонд? Все что угодно? Ну, вопрос с одной стороны сложный, с другой стороны простой. По закону защиты правопотребителей подменным фондом занимается продавец. Или производитель. Должен обратиться к продавцу или производителю. Сервисный центр не относится к тем и к тем. Поэтому, допустим, у нас нету подменного фонда. Мы не имеем в договорах такой функции, как подменный фонд. И сервисный центр не предоставляет подменные фонды. Но это именно в Гомеле? Ну, может быть, Антон, вы что-то знаете по этому вопросу? Нет, не скажу вам, потому что к нам в магазин с такими вопросами не обращаются. Все делается через сервисный центр, если какой-то брак, допустим, холодильника, либо чего-то. Ну, обращение в любом случае в сервисный центр идет. Обращение, да. А подменный фонд наш магазин конкретно не выдает, потому что у нас как бы и нету такого. Еще очень короткий вопрос. Кусается холодильник, что делать? Кусается, я так понимаю, по нему проходит электрический ток. Пользоваться или нет? Любой прибор, по любому прибору проходит ток, он может кусаться, как вы говорите. В любом случае запрещается пользоваться таким прибором. Его нужно немедленно обесточить и вызвать специалиста, который разберется, что с ним все-таки произойдет. Александр, да? Ну, обычно все-таки это проблема розеток, подключение там через удлинители. То есть это не сам прибор виноват? Ну, по-моему, это я процентов на 99 могу уверенно сказать, что если современный прибор, а то речь может идти к какому-то там 30-летнему. Нет, нет, мы про новое доверяем. В современном приборе, то дело будет не связано с прибором. Проверьте правильность подключения. Да, правильность подключения. В инструкции написано, подключат только в розетку с землей. И, кстати, стиральную машину. Стиральную машину, да. Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить всех участников программы за то, что вы дали компетентные ответы на все вопросы. Принимали участие в активной беседе. А вас, уважаемые телезрители, я хочу поблагодарить за активную жизненную позицию. Пишите, звоните. И даже после передачи, пожалуйста, пишите. У нас есть группа ВКонтакте. Бытовая техника, конечно же, призвана помогать нам, а не доставлять хлопоты и суету. Как получить от нее максимальный эффект с минимальными потерями, мы постарались вам сегодня рассказать. С вами была программа «Добрый вечер, Гомель», ведущая Елена Троценко. Всего доброго. До встречи.